Всем здравствуйте! Запись, вторая версия одного и того же боя. Играет клан Квант, Алсират, Легендарный Кошмар и клан Игнис, Алекс МНСК. Это второй реплей. Первый реплей был записан из Ума, где играет Алсират. Если Легендарный Кошмар предоставит свой реплей, это будет просто здорово. Тогда мы один и тот же бой рассмотрим с трех лодок. Здесь комментировать проще. Смалант в атакующей позиции. Легендарный Кошмар и Алекс М. решили брать точку. Смалант разворачивается и Гато его поддерживает. Эдинбург, скорее всего, еще не определился. Но что-то смотрит, думает. Идут комментарии о прекрасных разработчиках, что люди думают о них, игроки. Ну и высказывают свое мнение, что три подводные лодки, но это очень много в этой игре. Хотя лично я видел и четыре подводные лодки от каждой команды. Это было прям эпическое зрелище. Еще раз, Алсират занял выжидающую позицию. Кошмар и Алекс М. НСК пытаются брать точку. Наперед, забегу вперед, скажу, что взятие этой точки, в принципе, и предопределило победу, потому что точки А и Б будут проиграны нашей командой. И все решится как раз благодаря тому, что будет совместным отрядом Гато и Смаланда взята точка С. Эдинбург идет направо. Он в засвете. Этот фланг окажется самым сложным, но, скажем так, удастся его продавить. Смалан как бы уходит назад немножечко, понимая, что может вылезти кто-то, но кто-то оказался прям у самой черты. Мы видим его и вместе с ним там находится Рон. Ситуация как бы проясняется. Мы понимаем, где противник. Вишенкой на торте будет то, что там еще рядом окажется и подводная лодка. Подводной лодки мы пока не видим. Тром пытается бомбить Эдинбурга. Скажу так, что будет крайне неудачно. Алекс М и легендарный Кошмар принимают решение идти. А, вот вылезла подводная лодка. Мы видим ее в засвете. Эдинбург ее светит. И Гатто и Смалант идут дальше на правый фланг. Это как бы кульминация, одна из двух кульминаций боя. В принципе, сейчас начинается. Эдинбург красиво уходит от противников и начинает давить Трампа. Подводная лодка здесь почему-то получается не очень активно. У-25-01. Играет, в принципе, хорошо, но неудачно. Смалант понимает, что если не продавить этот фланг, Алекс МНСК, что если не продавить этот фланг, ситуация может стать неопределенной. В принципе, уже там понятно, что ситуация печальная. Мы проигрываем Б и, скорее всего, проиграем А. Здесь Алекс принимает решение о том, чтобы сброситься на Рона и потом уже заниматься либо подводной лодкой, либо Трампом. Рон уходит. Смалант маневрирует вправо. И хороший момент для сброса торпед. Вот здесь немножко торпеды передержались, и поэтому первый веер, вот который из пяти торпед цепляет остров, две торпеды уходят в остров, и это очень потом скажется. Начинается война с Трампом. Пять торпед попадают, и мы видим, что немножко по четыре, пять с затопом, кстати, с затопом. Всего, ну, хорошо, хорошо. И здесь плюс затоп. Да, все уходит на Алексу МНСК, но, как бы, его пять торпед дополнил очень хорошо Эдинбург. Торпеды у Смаланда еще в откате, РЛС-ка еще 75 секунд. Идем, тупо начинаем преследование Трампа. Форсажа тоже нету. Там идет борьба легендарного Кошмара Изума с подводной лодкой У-25-01. Но подводная лодка развернулась и открыла охоту по Эдинбургу. Первое удачное попадание по Эдинбургу со стороны Трампа. Я помогаю Эдинбургу отбить Смаланда, помогает отбить авианалет. И вот здесь у нас Трамп. Я героически мажу. Одно только попадание из такой огромной серии. Дальше стреляю в штату. В надежде куда-то попасть, но надежда слабая. Прекращаю отгонь. И здесь, как видите на карте, еще живая У-25-01. И появляется фактор неучденный, который начинает разминать Смаланда. Фактор под названием Советский Союз. Плюс сброс торпед. Но, судя по всему, Трампу уже некуда уходить. Он пытается уйти сейчас вдоль линии. Блин, Смалан в засвете. Вот он, Трамп. Тут либо победить, либо умереть. Варианты вообще никаких. Либо додавить Трампа. Либо Трамп и Советский Союз разберут с Малом. Так, Смалан победил. В это время Советского Союза из Сума, если я правильно помню, выбивает циточку. Да, через 50 секунд будет хилка. Пока ничего у Смаланда нету. А вот сейчас противник уходит в отступление. Идет в отступление. Мнимое отступление. Но здесь будет засада. Подводник. Наш подводник на УПИ-4501 начинает захват точки. Что очень хорошо. Прямо вот прям. Прямо очень хорошо. Не совсем комфортно стрелять по уходящей. Цели даже с такими быстрыми торпедами. И Зума в засвете. Начинает работать по Советскому Союзу. А здесь еще одна лодка противника. Это элемент засады, про которую я только что упоминал. Зонат андевит. Псевдо-бомбардировщик. Захватили мы точку А. Но там две лодки. Четыре в пять. Нас четыре противника пять. Это становится некомфортным. Очень напряженный момент. Здесь еще с малым промахиваются по Девиту. Они отступают, отходят. Проявляется Мёка. Она выходит на Кошмара. В засвете. И Кошмар побеждает. С малым сбрасываются по Девиту. И начинает, опа, подводная лодка. И снова борьба. Кошмара с подводной лодкой. Все замерли. Одна... Нет, три торпеды. Три торпеды попадают. Так, Джоната Девита. Сносит ему больше 22 тысяч. Легендарный Кошмар забирает лодку. Подводную. Элита на высоте. Подводная элита мира кораблей на высоте. Сброс по Советскому Союзу и отход. Советский Союз пытается атаковать. Эти торпеды пройдут мимо. Семнадцать секунд до следующей партии торпед. Алсират хочет атаковать. Давайте. Советский Союз оттормозился, но всосал 5 торпед и успевает забрать от Сирата. Приходится к нему помогать, это непростая ситуация. Хорошо, мы с него забираем, но… Сергей погиб от Сирата. Да, набрали Советский Союз и тут появляется дилемма пробовать атаковать Девита или идти на помощь легендарному Кошмару. Принимается коллегиальное решение идти на помощь Кошмару захватит и оборонит точки Б. Двигатель форсирован. Все-таки Смалан делает сброс по Джонату Девиттеру. Но с большим разносом. Торпеды не попадут. Что обидно. Кошмар захватывает точку. Смалант идет к нему в поддержку. Кошмар разворачивается на Девита. Смалант идет, возможно перекрывает доступ с юга либо низа для подводной лодки. Недалеко кульминация этого боя. Сейчас будет ее начало. Кошмар идет на Девита. И вишенка на торте подводная лодка. Торпеды прямо по курсу. Деволадки устранены. И Смалант видно. Последние 6900 с него вышибает подводная лодка. Но Кошмар забрал Девита. И начинается подводная дуэль. Клан Клант. Легендарный Кошмар на Гато. И подводник Мафор в Обрик на Трешере. Легендарный Кошмар. Кошмар промахивается по Трешеру. Очень опасный момент. Но Трешер улетел с точки. Это дает шанс. Минута. Меньше минуты, так надо завершение боя. Далее. Минута. 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 26, 27, 25. Инициатива переходит к подводнику клана Квант. И это заслуженная, трудовая, не побоюсь этого слова, победа. Побеждает подводник клана Квант в этой дуэли. С очень хорошими результатами. Что мы видим? Три подводные лодки, ой, три лодки, две тысячи с половиной чистого. Алекс МНСК на втором месте и на четвертом месте Зума под управлением Малсерата. Хорошая катка. Обязательно зальем ее на YouTube. И обязательно будем показывать, как пример, как надо играть отрядами. Всем спасибо. До свидания. Вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал. Колокольчик. Спасибо. И какой-нибудь коммент. До свидания.